Всем здравствуйте! Это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, я живу в Турции, перевожу на русский язык новости из официальных источников здесь в стране. Если вам интересно, что на самом деле здесь в стране происходит, чем интересуются люди, о чем сплетничают, то вам на этот канал. Это мой личный блог без какой-либо претензии на профессиональную журналистику. В инфобоксе под видео есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Обязательно подписывайтесь. Буквально вчера, в понедельник, у нас был государственный праздник, выходной. Все отдыхали, госслужащие в том числе. 15 июля 2016 года. Если вы помните, у нас была попытка переворота в стране. Вот вчера это была годовщина, минуло уже 8 лет с тех событий. День демократии и национального единства. Так теперь называется этот праздник. В заговоре было задействовано около 9 тысяч военнослужащих. Это был военный переворот, попытка переворота. 35 самолетов, 37 вертолетов, 246 единиц бронетехники, при этом 74 танка. И по трагическим событиям 251 человек 8 лет назад погиб, и 2200 человек были ранены. Поэтому вчера были официальные мероприятия, и в 90 мечетях страны были молитвы за упокой у убиенных погибших. Это был очень важный такой государственный день, и если вспомнить, что мы делали 8 лет назад, это был очень страшный день, это были очень страшные события. И это все началось поздним вечером, я помню в 10 вечера примерно, просто захватили телеканалы. Не помню, честно говоря, точно какой канал. И в прямом эфелере военные, генералы, несколько человек захватили именно телеканал, началось вещание. В этот момент президент был в Марморисе, за ним отправили группу, там больше 30 человек, около 35 или 37, для того, чтобы взять его в плен или убить. В итоге их всех арестовали, задержали. По итогу, не буду пересказывать события, вот на данный момент до сих пор идут суды, идут следствия, дела, очень много людей посажены на большие сроки, идут эти репрессии, наказания, очень многие страны пытались сбежать или уехали, избегают судов. Кто-то находится в стране, кто участвовал из военных в этом перевороте, идут до сих пор следствия, кто-то сидит. То есть, условно, 8 лет уже длятся очень многих незакончены суды и эти дела. Также в стране в последние дни, конечно же, обсуждалось событие важное, это нападение, попытка покушения на Трампа, его ранение. И президент Турции официально, хочу зачитать его статус, поддержал, конечно же, Трампа после покушения его фраза. Турция будет стоять рядом с дружественным союзническим народом США. Я решительно осуждаю покушение на Дональда Трампа, выражаю искреннее пожелание скорейшего выздоровления ему. И Эрдоган на полях саммита НАТО встретился с Зеленским. Тоже была очень важна его цитата. Он заявил, что Турция уже сейчас, что Турция уже сейчас, Анкара, начала работу по возобновлению зерновой сделки, готова к любым инициативам, к любому участию, включая какое-либо посредничество для регулирования ситуации и в самой войне, и зерновой сделке, самого вот этого конфликта и всего. То есть, условно, позовите нас. Мы готовы на любую помощь, на любое участие. Об этом у нас сообщил департамент коммуникации по итогам встречи. Ну, то есть, условно, пресс-секретарь его президента. И уже четвертый день в прямом эфире Турция наблюдает за пожаром на бумажной фабрике. Пожар начался в городе Айден. И до сих пор тушение этого пожара не закончилось. Вообще, знаете, Турцию последние дни просто захватили катастрофы, наводнения и ураганы. Вот с одной стороны у нас пожары, с другой наводнение, сильные дожди, ураган сносит крыши. И в Айдене вот этот пожар уже 4 дня идет. Его взяли под контроль, но потушить до конца не могут, потому что очень большие площади, плюс очень сильная жара. Соответственно, очень много сил, на это нужно воды. В общем, пока что все это идет в процессе. По вот этому пожару в новостях периодически дают сводку, что сейчас происходит, сколько квадратных метров взяли под контроль, сколько удалось там потушить и так далее. Вот в Айдене шторм просто срывал крыши с домов, была нулевая видимость. И также прошел очень сильный ливень до такой, что просто затопило все улицы. Люди буквально в воде выше колена ходили, спасали свое имущество, затопило там рестораны, кафе, магазины, естественно, машины плавали. И также тема погодных условий у нас обрела и политический контекст, как ни странно, потому что уже возмущены люди, обсуждают в соцсетях очень активно возмущены работы муниципалитета и правительства, потому что по неосторожности, по халатности людей погибли два человека. Была трагическая смерть влюбленной пары, которых ударило током. Они просто во время сильного дождя в городе Канаката, провинции Измир, переходили лужу, девушку ударило током, ей было 23 года, а ее молодой человек, который шел с ней, начал ее спасать и точно так же его, в свою очередь, убило точно так же током, когда он ее спасал. Это видео попало на камеры и облетело просто весь интернет. Также местные торговцы рядом находились в магазине, заявили, что неоднократно жаловались в муниципалитет, что утечка электроэнергии, открыты были провода. Несмотря на эти жалобы, муниципалитет не принимал никаких мер по ликвидации этой проблемы. В общем, короче, ничего не делали. Были оголенные провода, на которые они угодили в лужу и просто погибли два человека, условно, на пустом месте во время дождя. В итоге, после этих скандалов, в течение двух дней, электрики приехали, закопали эти провода, кабель этот ликвидировали. Дорожники засыпали асфальт, яму, с которой торчали провода, дорогу отремонтировали. И выяснилось, что этот кабель вообще лежит на глубине 23 сантиметра под землей, а по нормам и технике безопасности это должно быть 50 сантиметров. То есть это халатность еще и при, ну скажем так, установлении этого кабеля, ремонте и так далее. И вот сейчас турецкая прокуратура выдала ордеры на арест 29 человек. Представляете, 29 человек, которые замешаны, начиная в этой цепочке муниципалитета от начала и до конца. Все надзирающие, это представители надзирающих органов, люди, которые непосредственно должны были контролировать и выполняли работы по созданию вообще, да, вот этого места. То есть прокладывание этого кабеля, почему не реагировали на заявления людей, не ремонтировали ничего. Ну могу по-человечески просто тогда сказать, что мэр провинции сразу отреагировал, были официальные заявления, сейчас всех найдем, всех посадим, все в таком роде. Почему это обрело политический контекст этой ситуации, эта трагедия? Она не оставила очень многих равнодушных, потому что в это может попасть каждый, в любой части страны это может произойти. И люди, и друзья, девушки, и парни, они приносили цветы, сделали мемориал на этом месте, поставили табличку о том, что ее, точнее их, убило не током и не электроэнергии, их убил муниципалитет и государство в связи с халатностью, с плохой работой. Конечно же, реакция муниципалитета пошла сразу, потому что очень боялись, очень люди, в принципе, в накаленном настроении живут, для кого это не секрет. Сейчас любая вот такая социальная вспышка, это повод для каких-то беспорядков, протестов, общественного возмущения, объединения людей против какой-то темы. Точно так же у нас незаметно вот этой темой стал закон о бездомных животных, я о нем в конце вам расскажу, есть сдвиги по этому поводу. Государство, чины, они сразу реагируют на любые подобные проявления, не оставляют это без реакции. Ну, как видим по ситуации, было бы, конечно, классно, если бы они реагировали сразу и ремонтировали, и два человека не потеряли бы свою жизнь, их друзья и родственники не скорбили бы сейчас. Также в тему туристического сезона на туристическом катере возле Муглы Марморис во время путешествия, там туристы, в общем, вечеринка, партии, алкоголь, туристы, когда на день, вы знаете, такая экскурсия по морю, загорелся, в общем, этот корабль. И спасали 39 человек там были, находились, из них четверо получили ранения, ожоги и либо переломы, они госпитализированы, то есть из 39 человек, 4 человека находятся в больнице. В общем, это, конечно, страшно, загорелось очень быстро и полыхал пожар очень сильно. Люди просто были вынуждены, естественно, прыгать сразу в море, в воду для того, чтобы спастись. Люди рядом, проезжающие на катерах и лодках, таких же туристических, снимали это, старались помочь, там кидали им спасательные круги, в общем, брали к себе на борт этих людей, пострадавших. Но, как заявил ТРТ Хабер, канал у нас в Анталии, береговая охрана совместно с разведкой Турции задержала 58-летнего россиянина, у него был паспорт российский. Он был объявлен в розыск в России по линии Интерпола. Его обвиняли во взяточничестве, операция была проведена просто на борту яхты под флагом украинским, на которой яхте он планировал сбежать. При обыске на борту были изъяты у него около 7 тысяч евро, 5 тысяч долларов, 200 тысяч тайских бат, удостоверение личности гражданина Турции, он получил паспорт и российский паспорт. Также у него было 4 мобильных телефона, ноутбук, планшет и так далее. В общем, сообщается в ТРТ Хабер о том, что обвиняемый получил гражданство Турции в 21-м году и был лишен его в 23-м уже, потому что российская сторона сделала запрос. Было установлено его местонахождение под этим документом, у них обмен бас, короче говоря, происходит. И установили, в общем, при обмене бас, что он получил гражданство турецкое, в свою сторону российская сторона запросила его арест вообще. В общем, они его лишили гражданства в прошлом году, и он подался вбегая. И вот к закону о усыплении бездомных животных, собак в частности, партия справедливости, которая сейчас правящая акпартия, она внесла изменения в законопроект, который предполагал вот это усыпление бездомных животных, против которых после этого проекта очень у нас возбудилось общественно-социальных сетях. И вот благодаря этому общественному давлению, резонансу, который произошел, теперь решение об этом усыплении будет приниматься Советом ветеринаров. Муниципалитеты будут обязаны выделить часть бюджета на содержание приютов, на выполнение всех необходимых процедур для собак. Ну, это стерилизация, кормление, лечение и все прочее. Сейчас это выделяется, но спонсирование этого будет усилено, и деньги будут выделять не просто отдельно государства, а прямо муниципалитет и территория, на которых эти приюты находятся. И будет вот этот создан консилиум ветеринарных врачей-ветеринаров, которые будут принимать подобные решения, если вообще вот это усыпление потребуется животному, ну, условно, по показаниям здоровья, скорее всего, еще чему-то, да, какие-то там должны быть для этого весомые, короче, значимые моменты, которые врачи должны учитывать. То есть это не будет отлов и, простите, отстрел, усыпление животных в каком-то массовом порядке, как изначально в законе это планировалось, будет вот эта комиссия ветеринаров, вообще, короче, усилят. В общем, по факту, да, если мы вот констатируем, закон принимают с поправками, и вот эти поправки о чем говорят, о том, что просто усилят финансирование приютов, содержание этих животных, будут стараться максимально прикладывать усилия по отдаче их, нахождении хозяев, отдаче в семье в руки этих животных, раздаче их, да, нахождение семьи для них. И будет надзорный орган, совет ветеринаров, которые тоже будут там принимать решения. Такие новости в Турции на данный момент. Следите за новостями в Телеграм-канале. Ссылка в описании под видео. Обязательно подписывайтесь. Напишите в комментарии, какая новость вам сегодня понравилась больше чего, или какая не оставила вас равнодушным, зацепила у вас какие-то эмоции. Мне будет интересно посмотреть вашу обратную реакцию. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и распространяйте видео в соцсетях. Делитесь им. Это поможет привлечь для меня, для моего канала новых подписчиков. До встречи в новых видео. Скоро увидимся. Всем пока.